Что ж, я приветствую всех, кто будет смотреть это видео. С вами, как обычно, я, Superbrain1997. И сегодня я решил снять очередное видео про еду. Не по заказу на этот раз, а такое, можно сказать, свободное волеизъявление. И сегодня мы приготовим с вами цыплёнка табака, как видите. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится, соответственно, целый цыплёнок. Сейчас мы его достанем. Вот такой вот тушка, так скажем. Чеснок. Но нам понадобится, конечно, не целая такая вот головка здоровенная, а всего пару зубчиков. Хмели-сунели. Обычная такая приправа. Ну и, разумеется, перец и соль по вкусу. Что первонаперво нам нужно сделать? Разумеется, нам нужно сначала достать курицу и помыть её. Этим мы с вами для начала и займёмся. Вот курица уже помыта. И первое, что нужно с ней сделать, первое действие, которое нам нужно будет сделать, мы возьмём нож. И нам нужно будет здесь вот пробить хрящик, соответственно, чтобы курицу как бы разрезать на две части. Без этого просто никуда. Вот мы втыкаем ножичек вот сюда посередине. Вот сюда. Вот. И теперь небольшим ударом мы должны пробить вот этот самый хрящик. И теперь наша задача в эту сторону разрезать вот до самого конца. вот, разрезав до этого конца, сейчас, мы должны разрезать и в эту сторону, соответственно. здесь хрящик немного потверже, поэтому вот тоже похоже придётся вот так продевать. Вот так. Теперь курица у нас разрезана напополам. Теперь с ней можно производить следующие операции, которыми будет начинение её чесноком и намазывание на неё приправ. Чем мы сейчас с вами и займёмся. У нас уже есть готовый почищенный чесночок. Теперь наша задача его разрезать на несколько частей, поскольку чесночные тут достаточно большие попались. И потом мы будем ими начинять курицу. Вот, чем я сейчас и займусь. Ну, где-то на две части примерно. Думаю, этого будет достаточно. Вот, а теперь самое интересное, наша задача проткнуть вот этим самым ножиком часть нашей замечательной туши и потом уже вот в это самое отверстие мы должны будем запихивать по кусочку чеснока. Ну, вот, попробую показать пример. Вот. Вот у нас есть готовые отверстия. И вот так, такую вот операцию нам и нужно будет проделать со всеми частями курицы. Что ж, дорогие. Дорогие друзья. Теперь, когда мы начинили нашего цыплёнка чесноком, теперь пришло самое время его приправить, так скажем. Вот у нас здесь есть хмели-сунели. Как я уже говорил, перец и соль. Начнём, пожалуй, с хмели-сунели. Для этого мне потребуется ложка. Для начала возьмём совсем немножечко. Я предпочитаю всё-таки посыпать от руки, поэтому мы начнём посыпать именно что от руки. На самом деле, с чего начинать, так сказать, приправлять нашего цыплёнка, это вообще без разницы, так что... Вообще пофиг. Да, ребят, я тут решил прервать немного съёмку, потому что я вспомнил, что есть такой замечательный лайфхак, так скажем. Вот, сейчас мы досыпем нашу курицу хмели-сунели, параллельно я буду как раз-таки говорить. Когда что-то делаете, обязательно, вот сейчас, так сказать, мы делаем достаточно грязную работу. Вот, натираем курицу. Обязательно держите одну руку в чистоте. Потому что, представьте, у вас там, допустим, созвонил телефон, там, или вообще там нос чешется, это же вообще просто, согласитесь, так сказать, рукой, которая испачкана, делать это вообще просто, это не фонтан, мягко скажем. Вот. Вот мы сейчас досыпем. И теперь мы... сыпем дальше. Вот у нас здесь перец. И теперь мы нашу замечательную курочку поперчим. Ну, перчить надо, разумеется, везде, так сказать, равномерно. Все дела. Я думаю, хватит. Ну и, конечно же, наша любимая соль, потому что без соли вообще никуда. Это, как я думаю, многие из вас догадываются. Сейчас, еще чуть-чуть. А теперь следующим ходом мы эту курицу, соответственно, перевернем и на обратной стороне сделаем то же самое. Но этого показывать мы не будем, так как я не хочу растягивать хронометраж. После того, как мы сделали все необходимые приготовления, мы можем начать делать нашу курочку. Для этого мы поставим с вами разогреваться сковородку. Ну, а пока сковородочка разогревается, я вам расскажу, так сказать, распространенную ошибку достаточно среди людей, почему именно табака, так сказать, называется цыпленок. На самом деле к табаку название не имеет никакого отношения, а оно появилось в результате огрубления слова тапака. А тапака представляет из себя сковородку с рифленым дном. И поскольку, так сказать, из-за неправильного произношения, вот название у нас закрепилось, как цыпленок табака. Вот. Сковородка вроде уже разогрелась. Теперь, я думаю, можно налить на нее масло. Много не надо. Что-то порядка трех столовых ложек. Вот, распределим его. И поскольку цыпленок табака, самый прикол заключается в том, что нужно курицу будет прижать после всего. Вот мы уже заготовили, так скажем. Это кастрюля, в ней налита вода специально, чтобы прижать курицу. Но, разумеется, не на саму курицу мы будем ставить, а у нас есть вот такая замечательная крышечка. Вот. Тем временем масло уже вроде как разогрелось. Вот она, наша замечательная курица. И сейчас мы погрузим ее прямо вот на дно этой самой сковородки. Да, курица здоровая достаточно. И так, и, соответственно, после того, как мы запихнули нашу курицу на сковородку, мы ее должны прижать. Вот. Вот теперь мы возьмем воду, как я уже говорил, и попробуем поставить ее вот сюда. И самая главная задача в том, чтобы это у нас все не свалилось. Я попробую немного постоять, чтобы найти, так сказать, точку равновесия, а потом курицу можно будет оставить, и нужно будет ее жарить где-то 30-40 минут на одной стороне, ну и, соответственно, 30-40 минут на другой стороне. А пока... А пока я как раз буду искать эту самую точку. Вот. Вроде даже нашел. Итак, дорогие друзья, прошло ровно 80 минут, то есть час 20 с нашего предыдущего, так скажем, куска. Вот наша курица приготовила. Сейчас мы снимем с нее крышку и посмотрим, как же она выглядит. Ну, разумеется, я ее перевернул. Я просто не стал это показывать, чтобы не сильно вас изморять, а сама курица выглядит вот таким вот образом. Вот смотрите, там еще кипящее масло до сих пор. Вот. Ну, судя по тому, что она достаточно долго готовилась, я думаю, что она уже готова. Так что остается только пожелать, так сказать, приятного аппетита, сказать спасибо вам всем, дорогие друзья, за внимание. До новых встреч. Ешьте только хорошую еду. Плохого не ешьте. Спасибо. 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 Спасибо.